ну и безусловно очень важный вопрос о том какие последствия произведут окажет вот недавняя катастрофа с боингом 737 макс и отчасти на саму компанию но и можно посмотреть шире на весь рынок гражданской авиации но мне кажется что влияние на на компанию сегодня будет очень трудно оценить в истории гражданской авиации как мы хорошо знали знаем бывали различные сюжеты в некоторых случаях вот такие трагические события приводили к очень серьезным последствиям для производителей разработчиков техники можно вспомнить макдоналд даглас можно вспомнить лохид лохид который еще тогда не был лохид мартина пассажирское отделение лохида в общем это очень серьезная штука в любом случае но мне бы казалось что практическом смысле в краткосрочной перспективе очень важным является то влияние которое эти трагические события окажут на рынок среднемагистральных самолетов здесь возникает два аспекта с одной стороны по крайней мере временно можно ожидать что вот в строй вот в эксплуатацию самолетов боинг он темпы этого ввода заведомо замедлится но среднемагистрального по среднемагистрального да вот соответственно поскольку у нас фактически дуополия в этом сегменте рынка как говорим и в других соответственно можно ожидать большего спроса на самолеты airbus вот но с другой стороны совершенно понятно что airbus какой бы ни был спрос на эти самолеты он удвоить производства этих чисто технически невозможно производственным с другой стороны даже если мы теоретически начнем говорить про альтернативных таких конкурентов вроде китайского проекта си девятьсот девятнадцати российского ближайшие два три года они еще не готовы чтобы как-то вот ну выступить именно в коммерческом нет это не фактор конечно я абсолютно согласен я абсолютно согласен том что можно ожидать определенного дефицита узкофюзеляжной среднемагистральной техники потому что как ты правильно сказал совершенно очевидно airbus не в состоянии закрыть всю потребность а наличие дефицита совершенно очевидно приведет к повышению цен я честно говоря не разделяю тезис некоторых экспертов о том что авиакомпании воспользуются этим предлогом для того чтобы передвинуть поставки на более поздний срок потому что по всем данным которые есть у я то и по прогнозам производителей рынок среднемагистральных самолетов вполне устойчив и говорить о том что там как бы есть желание отказаться от тех объемов которые сейчас зарезервированы честно говоря не видно ну то есть может быть отдельные некоторые компании исходя из своей ситуации и будут перемещать заказы но это те процессы которые происходят всегда совершенно не будет никакого дополнительного тренда который вот именно на такое вот перемещение от отсрочку либо отказ либо альтернативная такая гипотетическая возможность если вдруг произойдет как иногда бывает что цены на нефть пойдут вниз и мировые цены на топливо пойдут вниз тогда это станет таким фактором для того чтобы продлевать срок службы тех самолетов которые так сказать самолетов старого поколения которые менее топливоэффективные экономически менее эффективные но в условиях относительно низкого топлива цены на топлива они вполне могут существовать и тем самым получится что спрос на самолеты нового поколения можно будет отчасти заменить спрос ну как бы продали совершенно справедливо собственно одно и одно из тех соображений по которым я считаю что спрос на новые самолеты будет сохраняться заключается высоких ценах на авиационное топливо потому что существует прямая абсолютно капилляция между спросом на новые самолеты ценами на топлива дорогое топливо спрос на новые самолеты устойчивые растет топлива дешевые авиакомпании с удовольствием эксплуатирует старый самолет так было всегда и так будет в обозревом будущем поэтому да если внезапно обвалится топлива чему пока никаких особых индикаторов нет то это конечно может как бы себе ситуацию так сказать снивелировать я бы сказал ну и в любом случае я бы оценил вот всю нынешнюю ситуацию если мы посмотрим как развитие во времени но нормализация наверное ну ну максимум года два наверное потребуется для того чтобы как бы вот последствия а реально я думаю меньше для того чтобы это вышло на более-менее вот стабильный уровень и ситуация вернулась на уровень но как как она сейчас мы наблюдаем примерно 50 на 50 но я бы не взялся сейчас прогнозировать потому что пока нет результатов расследования и тут можно по всякому фантазировать но это такие бесплодные размышления если это конечно конструктивные проблемы то надо понять какой глубины если это производственные или эксплуатационные или человеческий фактор то это конечно все по-другому но сегодня очевидно присутствует определенный элемент паники вот и панические настроения конечно могут очень сильно влиять и конечно очень важно будет как долго будет тянуться приостановка эксплуатации самолетов этого типа что будет происходить сертификатом типа в зависимости от результатов расследований но об этом сегодня конечно рано говорить потому что образ данных нет ну то есть если допустить что все те разговоры которые сейчас ведутся они так но более или менее в той или иной степени соответствуют действительности и действительно проблема заключается в некорректном взаимодействии датчиков угла атаки с новой электроникой самолета с новыми так сказать функциями код который куда вшиты то в принципе есть же вариантов у боинга по штатной конструкции два датчика угла атаки но в качестве опции можно поставить но по крайней мере три как у airbus а вот и этот третий датчик он в качестве опции входит и некоторые компании его заказывают то есть принципе можно было бы сделать его просто обязательно ввести состав обязательного оборудования ну тут в общем варианты есть да